В столичном регионе синоптики объявили желтый уровень опасности погоды. Жара подкралась совсем незаметно, больше 30 градусов по Цельсию. Как с ней справиться, знают ли в нашем городе? Узнаем прямо сейчас. Очень тяжко. Главное, мне кажется, искупаться холодной водичкой, ну, облиться. Надо выпить чего-нибудь прохладного, там, воды, возможно, какой-нибудь охладительный коктейль, там, сок, не знаю, и посидеть в теньке. Сесть какой-нибудь фрукт, может, не знаю. Загорать где-нибудь в тенечке, в купольнике. Пить прохладную воду, не знаю, носить шорты. Дома сидеть под кондиционером или в теньке находиться. Вот в теньке засесть, отличное, по-моему, место, как раз-таки, в леску, около озера какого-нибудь, самое то, а больше мороженого поесть. Врачи предупреждают, чтобы спастись от перегрева, необходимо снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещение и надевать легкую одежду, желательно из натуральных тканей, светлых тонов. Также стоит пересмотреть и свой рацион, заменить мясо на морепродукты или рыбу. В сутки следует выпивать до полутора литров жидкости. Врачи советуют в жаркий период особенно внимательно отнестись к своему здоровью пожилым людям и детям. Температура очень высокая, ну, для июня месяца больше 30. Это испытание для организма. И чтобы помочь нашему организму, что нужно, конечно, помочь, как помочь. Если человек в помещении, чтобы открывали окна, да, проветривали помещение. Если кондиционеры, с одной стороны, хорошо кондиционер, а с другой стороны, не сильно надо выставлять температуру, чтобы было низкое, да, чтобы не было большого перепада между улицей и квартирой, допустим. Итак, мы выяснили, чтобы спастись от жары, необходимо пользоваться головным убором, пить много жидкости, а лучше всего находиться в прохладном помещении, куда я со своей съемочной группой отправляюсь. В редакцию. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.